Всем хай! Ребята, это просто невероятно, но я сейчас нахожусь в Корее! В общем, ребятки, это вторая часть моего влога, который вы так долго ждали. Надеюсь, он вам понравится, потому что, на самом деле, влог был монтировать безумно сложно, ибо тут было много очень неоднозначных событий. Например, я попала на всем известный тот самый Итэвон, да, ничего хорошего там не было, но я вам расскажу. Потом я сломала палец. У меня реально было так много очень неприкольных приключений, и это было очень морально тяжело монтировать, и морально тяжело было вообще собраться. Поэтому надеюсь, что вам все равно понравится это видео, я бы хотела вам показать это все. Не только с точки зрения вау, в Корее можно классно тусить, но также с точки зрения того, что вау, тусить-то, конечно, классно, но также можно иногда попадать в не очень приятные ситуации, но это если мягко говорить. Поэтому, в общем, давайте чай, кофе, вот у меня тут тоже жижа, всем стар кофе. Мы с вами остановились на походе в музей. Ох, музей, спасибо тебе, конечно, большое за то, что это такой музей. Было максимально потрясающе, я абсолютно в восторге, вот прям вообще. И вид, конечно, который открывается, ну, я думаю, вы сами все видите. Тем же вечером мы встретились с подругами поделать фотки-фотобудки. В общем, мы пришли, конечно же, делать фотографии. Здесь можно выбрать себе всякую супер-преблуду. Никто не просит себе вот динозавру с Рекс? Никто не просит. Ура! Здесь вот такая вот красивая фотозона. Короче, можно подготовить там, взять макияж и взять кучу прикольных штук. Короче, вот куча всяких такой фигней. Там уже потом выбираешь фотозону. А, тут Харри Поттер фото. Ребятка будут Ретераптор с Гарри Поттер, отлично. Так, значит, степ один, надеваем Ретерапторса. Ой, я буду модным ангелом. Извините. Маньки куяне. Буквально, потому что я только что говорила. Манки куяне. Манки куяне. Манки куяне. Манки куяне. Манки куяне. Он был слизерин, он же зеленый. Ты-то знаешь, это тот самый змей, который появился в каком-то сезоне? Так, не хватает палки. Все собрались. А ну, ты хотя бы в моей теме. Маленький шепылиц. Раз, Третераптор слизерин. Раздеваемся. Ну, так. А чего она такая? Там еще что ли? Конечно. Ты же выбрала самый большой. Еще четыре. Они были такими. Пастомизируем. Я закуровываю. Так, есть что такое? Такое. 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 Ну, ладно, едем домой. В Рим 12 часов, чтобы понимали. Ой, за нами приедет местный люкс. Очень даже интересно. Местный люкс звучит круто. Да, посмотрим. Вот как раз та машина, о которой я тебе рассказывала. Все, пока-пока-пока. У людей на улице такая забавная реакция была на эту машину. Ну, конечно, обычный бизнес-класс. А люди такие, ооо, на улице. Приехали какие-то айдолки. Едем домой. Каждый день мы ложимся спать. Бог знает во сколько. Потому что нам нужно осмотреть миллион фотографий, которые мы делаем. Не потому, что нас тут заставили это делать. А потому, что мы просто как-то ложимся и такие. Маш, как называется наш тип ОКР? ОКР фоточный. А знаете, какой еще у меня есть ОКР? Очень странный ОКР у меня. Я забыла за имню, какой у меня ОКР. Понимаете, когда вы спите каждый день по три часа, и вы встаете... Стельки. Это не стельки. Какие стельки? Господи, я что-то хочу сказать подписчикам. Не отвлекаешь. Подписчики. Пожалуйста. Какой у меня ОКР? Хватит ржать. А еще, короче, вид с кровати примерно такой. Вот это просто вся куча всего. Это вот мы так вот по магазинам уходим. Я смотрю, тебе очень весело. Итак, почему же в первой части блога мы не попали в музей Хайба? Значит, пришли мы с Лисой вчера в музей типа Хайба. Это агентство в ДБТС. Ну, короче, нас не пустили и сказали, что надо зарегистрироваться. И Маша в течение дня четыре часа пыталась это сделать. И как оказалось, чтобы попасть на выставку, нужен корейский паспорт. Короче, она преисполнилась и выучила корейский. Блин, я не хочу сегодня сильно как-то очень активно краситься, просто потому что не хочется. Поэтому я предлагаю сделать сегодня что-то максимально простое. Готово. Но перед выходом распакуем гачу с Blackpink. А еще мы были в магазине, где было очень много мерча. И мы купили себе два вот таких микрофона с Blackpink. Сейчас будем распаковывать, посмотрим, кому и что из нас выпадет. Кстати, кто ваша любимая девочка с Blackpink? Кого ты ждешь? Дженни. Я хочу, Лиса. Блин, вполне нет. Так, ох, раскрываем. Итак, надеюсь, нам выпадут наши биосы. Так, о, это кто-то с черными волосами? Это что, Джесса? А кто это? Так, ну это... Подожди, она что, голая? Голубая. По-моему, это Дженни. Блин, ну я не знаю. Давай думаешь, что это Дженни. Интересно, что там? Одежда на нее? Смотри, она панк. Она своя. Ладно, 10 из 10. Есть информация, кто это или нет? Или сам додумайся. А, понятно, они решили написать, кто это, чтобы, видимо, каждый думал, что это, ну, та самая. Пожалуйста, пусть там будет Лиса, пусть там будет Лиса. Сиальный был пинг. Кажется, ножницы перестали резать. Это, видимо, знак. Это, видимо, знак. Кто-то с хвостом. У него... Подождите, по-моему, Лиса выпала, реально. Да, это 100% она. Или, подожди, или это Дженни. Я не понимаю, кто это. Собираем этого человека, Лола, подобного гуманоида. Туловище и ноги. В общем, вот как-то так. Да, и кто из них есть, кто? Ладно, поехали гулять. Некоторые вещи меня удивляют. Например, магазин с петухами. Петухи супер, я сама петух. Ставлю всем петухам лайк. Выпьем за петухов. Вы же знали, что я петух? По китайскому гороскопу, конечно же. А вы? Мы забрались на вершину горы. Ну, типа, буквально вообще. Мы сейчас находимся в самом-самом центре. Выше только облака. Выше ничего нету. Только какое-то растение. И, блин, это так круто. Мы все это прошли пешком. Вот эти вот здания, которые я вам сейчас показываю. Мы, короче, мимо них утром гуляли. А наш отель вообще вот там вот где-то находится. Вот там вот. Мы все это прошли пешком. Жесть. Типа, просто представляете, какая жесть. Как мы высоко. Это все лес, 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 лес. Мы спускаемся за горы. Сейчас будет не самый эстетичный контент, но как бы, когда... Это два туалета. Почему? Вот два туалета. О, да. Где вы еще увидите такой контент? Типа, туалет для ребенка и для взрослого. Почему? Почему? Я не понимаю. Наверное, это гениально. Как вы понимаете, 90% времени мы едим, а потом шопимся, а потом мы снова едим, кстати, Химознаград. Что ж, давайте я покажу вам, как выглядят вообще подземки в Корее. Вся Корея находится, ну, можно сказать, не только наверху, но также и внизу, потому что вот такие вот сети подземных торговых центров, они везде. В любом районе. И на Хонде, и на Ганами, который пафосный. И на том же самом Тывоне. Везде есть вот такие вот подземные штуки, где вы можете купить все, что угодно. От очков до какого-то неофициального или даже иногда бывает что официального кей-поп мерча. Можете купить себе здесь все. Цены очень разные. И если честно, мне нравится шопиться в этих подземных переходах, но иногда бывает такое, что они видят, что ты иностранец, и за счет этого пытаются тебя, ну, прям, как знаете, на рынке продать дороже. Но если ты уходишь и говоришь, не, я так покупать не буду, тебе сразу дают скидки, и вообще ты классный король. В общем, всем стройки, вот, покупаю. Да, ребята, это прям конкретно такой склад мерча. Короче, в Корее на каждом углу, если вы там еще не были, вас, скорее всего, очень сильно удивит, продаются линзы. Там реально огромные магазины цветных линз есть. Однодневные, многодневные, месячные, какие угодно, годовые. И все они будут безумно разные. С огромным количеством цветов, оттенков, с огромным количеством акций. Серик купи одну линзу, вторую получи в подарок. Ну, в плане вторую пару в подарок. Айдолы постоянно делают коллаборации со всякими магазинами линз. Можете найти Blackpink, BTS, New Jeans, вообще кого угодно в коллаборациях, и купить себе такие же линзы, как в Нойстане или по цвету их глаз. Этого добра очень много в Корее, поэтому это реально рай. А вот вот так вот линзы можно посмотреть, как на глаза будут смотреться. Я пока взяла себе серые и розовые. Идем гулять дальше. Вообще, на самом деле, из странного сейчас на каждом углу реально G-idol. Чему я очень сильно радуюсь, потому что их очень люблю. Вообще, вы часто меня просите снять ролик о уходовой косметике и всяких бьюти-штуках, которые я открыла для себя в Корее. Потому что косметики здесь, ну, просто какое-то невероятное количество, да и сама страна максимально ассоциируется у всех с бьюти-тематикой. Но есть такой фан-факт. Чтобы эту поясу в Корее, я уже не помню, по каким причинам я пользовалась только своей уходкой. И я хочу рассказать про нее подробнее. Рассказываю. Примерно за неделю до моего путешествия один очень популярный бренд прислал мне подарок. Как вы этот бренд точно на Велбрис видели. Так вот, это были The Act. Поэтому сейчас я хочу рассказать вам подробнее о их продукции. И почему при таком огромном количестве уходовых корейских средств я пользовалась именно им. У меня в руках дневной крем для лица с витамином С. А наносить я буду его в ванне. Самое приятное, что крем быстро впитывается и не оставляет ощущения пленки на лице. Что дает преимущество перед нанесением косметики. С ним кожа действительно начинает дышать. Ну и сам цвет рельеф становится визуально лучше. Кстати, дополним момент. Крема хватает надолго, потому что расход минимальный. Проще говоря, в Корее за месяц крем практически не изменился в своем объеме. Хотя я пользовалась им практически каждый день. Ну, потому что иногда забывала. Собственно, оставляю вам артикул на крем The Act здесь и в описании. Обязательно чекайте его. Естественно, он ведет на Вайлберис. Можете сами перейти по ссылочке, посмотреть отзывы, поизлистать фотографии. Короче говоря, максимально рекомендую вот на ссылочку на артикул. Посмотрите, нажмите. На следующий день мы поехали в Старбакс, который, внимание, находится на воде. Как здорово. Блин, ну слушай, смотри вот просто на этот кадр. Как вот реально картинка. Мы сейчас идем, короче, на набережную, в ресторан. Ну, как в ресторан, мы идем в Старбакс, извините, конечно. В ресторан, они собрали. В ресторан. А, в ресторан. Боже, ну это просто же гениально. Посмотрите, как выглядит эта штука. Балдеж. Блин, это очень круто. Я так рада. Берем напиток и мнеток, скажем. Идти, гуляем. Это реально Старбакс на воде. Типа, ты приходишь в заведение, и это Старбакс на воде. Старбакс я не сняла, но было вкусно и красиво, идем дальше. Не хочешь зайти? Ты не будешь делать ничего странного? Чего, например? У тебя есть парень? Мы пришли в ресторан, в бутике, блин, Джимичу, представляете? И да, это бутик Джимичу. Вон там сумки продаются. Ну, ты можешь посидеть, покушать. Сейчас будем зауказывать. Смотри, вот такой потрясающий санитазер. Очень красиво, пипец. У меня еще шуба под цвет отходит. Сколько американо и скольки. Он как будто с апельсином. И летом у меня просто из-за того, что я решила попить кофе вместе с жвачкой во рту. Когда я говорю о классных магазинах, я буквально имею в виду, а вот это. Мне нравится, это люкс венчистах, золотые ложечки. Это вкусно. Это реально очень вкусно. Я думала, сейчас я буду делать обзор на то, что это дорого и не очень, но это реально вкусно. Да, она была на розовом и ходила в розовое заведение. Это я понимаю, конечно, люкс гламур. Идем в замечательное заведение, которое называется экслад. Надеюсь, там будет вкусненько. Какое бы яйцо мне съесть сегодня. Не то, чтобы я любила особенные яйца, но что-нибудь надо выбрать. Так, дорогие друзья, мы берем с вами экслад. В абсолютно просто непонимании, что это. О боже, оно такое мягкое. Это, кстати, с креветкой. А второй у нас экслад, это получается с яичком. Вот так вот выглядит. Пожалуй, начнем с яичного, а то начнем с креветочного. Классно. Делаем вкус. Блин, смотрите, оно прям, ух. Это очень вкусно. Ребят, это просто охрененно. На следующий день. Ох, сегодня мы прощаемся с этим просто невероятно потрясающим видом. И едем в другой отель. Надеюсь, что другой отель будет не хуже, чем этот. Но вообще, мы приняли решение, что если отель второй будет хуже, чем этот, то мы снова сюда вернемся и поверим, что у нас срутся деньги. Потому что мы хотим хорошо жить, но также мы хотим разнообразие. Вот такие дела. О! А это количество вещей, которое у нас получилось уже на данном этапе, да. А, еще моя сумка. В общем, мы оставили вещи в холле отеля и пошли бродить по Сеулу. И снова мы возвращаемся к нашему самому любимому, к еде и к шоппингу. Короче, в Кореях вы уже поняли огромное количество реально очень крутых ресторанов, кафешек. Они, правда, сильно запариваются над имиджем, над тем, что было красиво, что была определенная идентика. И мы нашли вот такую вот кафешку, которая с синим роллом. И это просто потрясающе. Эта кофейня, она действительно полностью выполнена в айбе этого персонажа. Можно купить официальный мерч, можно купить всевозможные приколдесные напитки. Но есть, конечно же, нюанс. Попасть в этот ресторанчик очень сложно, потому что требуется проходить регистрацию, потом стоять в электронной очереди. Еще если у вас нету корейского айди, это тоже будет сложно сделать. Но вы не можете представить, у вас есть резервация? Я такая, нет, у меня нет резервации, регистрации, ничего нету. Тогда мы можем предложить вам взять вот этот вот номер и приходите, короче, вот. Вот в этот промежуток времени. Никогда не приходите. И только тогда вы можете сесть в кафе. Все в очереди, только про очереди. Спустя очередь. В общем, мы сделали заказ. И смотрите, нам за наш заказ дали вот такую вот подставочку, где переводных татуировки. Ну и вид, конечно, здесь такой очень смешной. Я не могу, это просто максимальный угар вообще. Я сейчас умру, посмотри на него. Какой маленький дурак. Он такой маленький, это так смешно, боже. Он, 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 вот это вот что? Просто потрясающе. Я не могу. Ты должна сказать, что я очень вписываюсь в концепцию синемон ролла. Ты очень вписываешься в концепцию синемон ролла. Настоящий синемон ролл. Ребят, я честная, я не знаю, как это вообще есть, потому что, но. Как у меня есть? Зачем у меня есть? Он такой милый. Вам не кажется это странным, что мы поедаем вот такие вот милые вещи? Типа, нет, почему? А рука съела его уха, понимаете? Я съела его уха. Передай привет всем. Ухо. А я эту мою голову еще тупо. Я ухо твою заберу. Ну, вкусное ухо. Да. Мне так жаль, бэби-малыш. Этот парень был из тех, кто просто люжил жизнь. Так, ну что, мы приехали у второй отель. Он, конечно, номер меньше. Но здесь крутой вид. И можно сидеть на подоконнике и смотреть на красивые виды. Это прям здорово. Хочется здесь посидеть, чаечку попить. Смотреть на виды и думать о нем. Да, но мне вот это вот очень не нравится. Это, конечно, полный кринж, если вы не понимаете, что там происходит. Тут просто как бы виды не только на виды, но и кайф на человека, который писит и моется. Потому что, ну, это вот бред какой-то. Нет, это дизлайк максимальный. У нас прикольно. Вот здесь, типа, смотрите, бальман мыльца и лосьон для тела. Это nice. И мои грязные ногти. Супер. Туалет, кстати, не умный, обычный. Без подогрева задницы. Почему? Вечером снова идем гулять. Ну, просто красиво, пипец. Мы пришли на набережную, купили ночную пиццу. И сейчас будем наслаждаться на набережной потрясающей пиццей и фонтанами, и видом. Ура, ура, ура. Вот она наша еда. И вот наши потрясающие виды. Просто красота. А потом произошло вот это. Мы должны были бежать, потому что, смотрите, сколько воды. Она вышла с берегов. И вот она всех заливает. И все стоят, смотрим, как вода вышла. Потому что мы сидели вот там, а теперь она здесь. Ой, слушайте, это прям страшно. Ой, ну, мертворыба что это? Люди вон фоткаются в воде. Класс! Мы нашли лодочный ресторан! И тут можно, типа, его забронировать. Ну, я хочу лодочный ресторан. Боже, у нас столько даже не сил сделать. Ну, просто красивый пипец. Вообще мы джаз сошли, ничего не делали. И там попали на съемку какой-то дорамы. Прикольно. Все стоят, смотрят, как снимают дорамы. Так, ребят, давайте опознаем, что это за дорама такая. В тот день я поехала делать маникюр. И, ребятки, не хочу повторять это во блоге, потому что у меня есть целых два видео о том, как я ходила в корейские салоны красоты. Первое видео вот как раз-таки с того года, где я ходила к корейскому мастеру. Она делала у меня корейский маникюр по всем трендам. И второе видео, когда я пошла в Корею к мастеру, которая русская, но при этом живет 15 лет в Корее. Мы с ней очень много разговаривали на тему маникюра. Тоже очень интересный видос, поэтому обязательно посмотрите. А, в общем, я поехала на маник. Ну, точнее, уже сходила. Капец, блин, мы пришли поесть в ресторанчик, кстати. Вот так вот выглядит. А тут Микс играет, за который кавер меня засрали. Вот так вот, засрали меня за кавер. А я здесь в Корее стою, и тут Микс играет в ресторан местном. Эмикс! Так, ну иди. В этом же ресторане мы заказали, в общем, суп. Его пока нету. И рис к нему. И мы такие, ну, мы же докажем два риса, потому что, скорее всего, одного не хватит на двоих. Просто порция риса. А это размер супа. Реально просто гигантский. Он длинно огромный. Ну что ж, давай есть суп. Потом мы пошли в магазины винтажной одежды. Мы с подругой сейчас зашли в очередной винтажный магазин, ну, чтобы посмотреть, что вообще здесь есть местные приблуды, скажем так. И мы заходим, а здесь нет консультанта. Здесь столько камеры и самообслуживания. Часто мы вообще видели такое, чтобы в винтажке было самообслуживание. Какая жесть! И вот еще камера, можно на себя посмотреть. Магазин без консультанта ощущается странно, но прикольно. Оцениваем винтажку номер два. Тяжело было пройти мимо такой винтажки с таким интересным заходом. Так, автобус с Геншиной мы видели, теперь наблюдаем автобус у Хонкаю. Ну, автобус у Хонкаю, это, конечно, уважаемый автобус. Потом мы абсолютно случайно попали в кафе по Гарри Поттеру. Мы, блин, пришли, короче, на салон Гарри Поттера, и я думала, что это прикол. А, здесь, посмотрите, реально все. У Гарри Поттера. Это так круто! И еще музыка играет, послушайте. Я в таком восторге. А здесь метла. Так, быстро. Ну, как летишь? Метла супер! Я хочу взять мантию, даже если она провонена. Мне тут говорят, что мантии провонены. Я не понимаю, вы что думаете меня? Смыслится, что они провонены? Нет! А здесь, значит, смотрите, мы заказали сливочное вино. Ой, простите! Сливочное пиво сливочное пиво. Пробуем. На вкусу? Не знаю. На вкус больше как пиво или как сливки? Это пиво со сбитыми сливками. Фу, ужасно. Да, это есть. Блин, в американских парках это просто крем-сода с сбитыми сливками. Нет, это реально черное пиво со сливками. О, нет, только не черное, а пиво. Какая гадость. Твоя реакция на пиво. Отвратительная. Учебу кофе сказать. Полное имя. Ну, чизкейк был такой, слабоватый. Короче, очень жаль. Могли бы вкусно иду сделать. Да. А на этом уровне, собственно, можно взять мантию. Набираешь и подкаешься. И, кстати, это уровень, где столы и кровати. На следующий день. Сегодня у нас Хэллоуин. И сегодня я буду делать образ в этой фарфуровой... Я же с тебя тональник зашмыраю. Невозможно записывать видео, когда у тебя на фоне ржетший человек. Ржетший человек, мать его, ржетший. В общем, сегодня у нас Хэллоуин. Я притащилась и возьму, сказать, целый костюм с огромным париком. Хватит ржать. Сейчас буду гладить, пока человек на фоне ржет. Кого ты друг гладить? Не тебя. Сегодня у нас Хэллоуин. И сегодня я буду делать макияж к Хэллоуину. Целый косплей буду делать на Марине с фарфоровой куклой влюбилась. Я планирую сегодня тусить весь вечер, всю ночь. Ну, она и понятна. Поэтому мне прям реально нужен супер-клок. Кстати, я на шоу пальцами. В общем, мы собрались. И мы идем на Хэллоуин. У нас такой немножко стиль свайп получился. Потому что логичнее было бы сделать вот так. Но как бы я что-то просто так этот огромный паричелла тащила, что ли? Нет, не просто так. Да, сегодня я буду Марин. А я буду Мизой. Та-ра! Я не могу сидеть нормально не потому, что я вся такая леди, а потому, что если я прислонюсь, мой полик уничтожится. Я его везла сюда, просто тащила в отдельном чемодане для того, чтобы уничтожить такси. Ну что, мы пришли, короче, тусить. Не знаю, что здесь будет, а мы посмотрим, что будет. Но люди уже в косплее, это очень прикольно. Ну, в плане костюмов. Я не знаю, что я вообще вышла в куртку, потому что на самом деле на улице очень тепло. И в таком состоянии ходить нормально. Тут типа плюс 20, так что все вообще отлично. Короче, как вы понимаете, здесь такой прям конкретный движ. Вот даже выкатили фото луны. Ой, луну, чтобы ты мог сделать фото луны. А здесь, короче, выкатили целую сцену, потому что будет огромная тесня. Мы просто очень рано еще пришли, и все подсвечено, все в стиле Хэллоуина. Такой, конечно, полный восторг. Прикольно, я даже не знала, что тут устраивает целый концерт. Круто! Так как мы очень рано пришли, сейчас ждем наших подруг. Мы сошли в кофейню. И знаете, здесь так было мило, потому что там, короче, бабушка стоит. Причем кофейня очень хайповна. Типа, она реально, ну, не выглядит там как какая-нибудь хрошая нагрения. Причем такая, достаточно хайповая кофейня. Там, в общем, бабушка заказовала. Она такая, оооо, какие красивые. А можно, пожалуйста, посмотреть без маски? Ну, типа, обязательно заплатить маски, без маски нельзя. Я с ним маска такая, ооо, какая красивая. Все остальные тоже такие, ооо, какая красивая. Я такая, ооо май гад. Да, Марин, ничего такая. Они косплеят бутылки соджу. Дядька в мясном костюме танцует, смотрите. Встретились с друзьями, идем на Хэллоуин. Примерное количество людей вилает что-то дыс. И это еще далеко не полночь, потому что садов флекс начинается после 12, а сейчас еще, ну, типа, вечер просто. Вот костюм врача с коробкой. Коробка врач. Элизабет и токийские мстители. Ой, ну круто выглядят вообще. Такие вот развлечения тут. Да, все как-то так и выглядит, блин. Много сварова, я не могу, мне тяжело, я не могу это все вывозить. С локациями тут, конечно, вообще не скучают. Это так круто. Это, кстати, парикмахерская. И реально даже парикмахерскую закастомили под Хэллоуин. Круто. Видите, мы пришли в бар, ну и, конечно же, потому что мы такие все красивые, нас посадили в отдельный private room. Сейчас я вам покажу, это просто восторг, ребята, пипец. Смотрите, у нас реально private room, мы можем смотреть на всех остальных. Такие вот они были флексеры. Смотрите, какие крутейшие нам коктейли принесли. Тут в коктейле живая роза, живая роза, обалдеть. Она из розы. Какая-то послетусовочное место выглядит вот так. Это, в принципе, все, что я хотела вам показать. Но вы должны это тоже видеть. Ну, а так вообще, смотрите, даже реально не раньше над деревьями были украшены. Это же круто. Короче, а здесь, представляете, есть на улице огромное количество точек, где вам делают макияж в стиле Хэллоуина. Прям огромное количество точек в стиле Хэллоуина. Что, мы сами себе макияж не нарисуем? Пойдем сюда. Ой, там монстр печенье. Печенечный монстр. Печенечный монстр. Я так рада. Я так рада, я не могу. Я очень-очень рада. Боже мой, они даже букеты вот такие делают. Восторг. Охренеть. Это очень круто. Чтобы понимали, отсюда уехать на такси просто нереально. Поэтому сейчас мы бежим в метро. Потому что если у меня спишь на метро, мы тут останемся на ночь. Одно минус. Вообще, я тинкер, была красивая. Короче, вот так и побежали. Чтобы отдыхать на такси. Такие мы молодцы. Вот такие вот они были, девчонки молодцы. Конечно, ничего не скажешь. Вот, блин, где ты? А я вот здесь. А я где-то тут. Мне не видно. Как ты? Как пробежка? Пробежка класс. Считай, что кардио-кардио сам. А то зато не холодно. Справедливо. Как бы просто это люди на реальных фонях. Как бы серьезно все. Это клоун жрет. Там реально клоун ест. Как-то просто люди в костюмах. Позик ты хотела. Позик, ади смотри. То есть я могу кому-то просто помахать. И мне помахать в ответ, да? То есть нормально. Да, помахать в ответ. Так, а тут что у нас за горничная пати? Это здесь клеят ранки. Это локация для фото. На уличный фото, как я. А тут я снимаю видео. Я в таком восторге реально просто. Чуваки, я не знаю, как это все описано. Я тебе прости, мы все их разбрасывали сильнее. Людей реально очень много, но мой парик самый крутой из тех париков, которые здесь есть. Время так-то 2 часа. А, ой, смотрите, там костюм чизбургера и горчицы. Я в восторге. А потом начинается трэш. Мы веселимся, нам классно, и в какой-то момент мы попадаем, знаете, на такую вот улицу, которая самая тусовая, где все клубы, все рестораны, там кальянки, все дела. И мы идем по этой улице, я вот так вот на всех выкупаю, все весело, потрясающе. А потом я понимаю в какой-то момент, что, например, я уже не иду. Типа, я могу идти, но я не иду, потому что количество людей, которые идут сзади меня и впереди меня, они решают, как я буду двигаться, с какой скоростью, в каком направлении. И у меня в этот момент начинается что-то вроде легкой панической атаки, потому что я начинаю немножко задыхаться, мне становится тяжело дышать. Я не понимаю, мне становится тяжело дышать, потому что людей становится слишком много или по какой причине. Идет рядом со мной Маша, а Маша еще весело, она еще не поняла, что она как бы находится во власти этой толпы. Она идет, что-то там ржет, улыбается. Я вцепляюсь вот так вот просто мертвой хваткой в Машу. Говорю, Маша, нам нужно отсюда выбираться, это пипец, тут вообще ничего хорошего не будет, нам нужно срочно выбраться. И она реально понимает в какой-то момент, что мы не можем повернуть на запад наше количество людей, которые от тебя просто идут сзади тебя, которые впереди тебя, оно все, оно слишком гигантское, ты не можешь выбраться. Я реально иду и пытаюсь выжить, я еще не знала, что будет завтра, но я тогда уже схватила, реально, у меня начинается паника, начинаю задыхаться. Не потому что асфиксия, а потому что, типа, мне уже не хватает воздуха, реально очень жарко, очень душно, еще и стресс, но сами понимаете, вот это вот состояние, когда просто стрёмно становится. И тут передо мной происходит просто самое страшное, о чем я думала все это время, кроме того, чтобы не отпустить Машу и телефон. И передо мной, ровно вот понимаете, передо мной падает девушка. И я думаю, ну все, класс, веселые будут новости, леса Абами в Корее, ее просто задавили. Я, естественно, пытаюсь остановиться, сзади меня на меня наталкивается толпа, я понимаю, что это конец, сейчас, скорее всего, поду на эту девушку, а вся толпа упадет еще на меня, и никто спасти не может. И тут оказывается просто то, что спасло нам жизнь, это девушка, которая упала вот прямо передо мной, понимаете, это не через меня, она была вот просто, вот я была следующая к этому падению, она потеряла сознание, видимо, и тоже стало плохо в этой толпе, и она была в компании мужиков, то есть она была не с девочками, не с подружками, она была с мужиками, которые начали просто всех вот так вот распичивать и орать, потому что девушка потеряла сознание, нужно было вынести, благо этих мужиков было много. И я просто вижу, что чувак, который стоит рядом с этой девушкой, пытается ее поднять, он типа меня тоже отталкивает, я не нахожу ничего лучше, чем, грубо говоря, взять подмышку вот так вот телефон схватить, вот здесь вот Машу просто, я не знаю, мне кажется, я так крепко никогда никого не держала, и я вцепилась в этого мужика, потому что я поняла, что если я в него не сцеплюсь, типа я тоже не выберусь, я не должна упасть, я цепляюсь, потому что у меня нет корейских мужиков друзей там, как бы я вообще с Машей, а мы его в мелкие. Вот вцепляясь за этого мужика, держу Машу, мужику вообще пох, что я за него зацепилась, он начинает всех расталкивать вот в этой вот толпе и кое-как выбираться, и мы реально вот этот вот путь, знаете, который занимал, ну, условно, шагов, наверное, 20, мы выбирались оттуда на полчаса, потому что люди шли, очень многие были уже пьяные, они не понимали, что происходит, и чуваки, которые пытались эту девушку выдачить оттуда, короче, полный торшах, вот, естественно, я это не снимала, я думаю, понятным причинам, но было очень стрёмно, и вот когда мы тут уже выбросились, выбросились, госпит, когда мы оттуда уже выбрались, у меня, типа, вообще случилась реально жесткая паничка, и я была в полной махере. Короче, все было очень весело, а потом вообще весело не было. У меня началось что-то вроде какой-то, типа, панической атаки, я не знаю, потому что мы вроде шли, было много людей, а потом их стало очень в какой-то момент много, какая-то девушка упала, и она упала, и там, типа, была толпа людей, и мы все-таки в ужасе, и я тоже в ужасе, я беру за подругу, и подруга уберет за меня, и мы уходим, короче, я не знаю. Сказала, что хватит на меня туфлексы, поэтому, к сожалению, все очень прикольно, но, пожалуй, на меня хватит лет домой. Все, ребят, мы вышли к нашему отелю. Идем. На этом мы не заканчиваем, завтра тусы продолжаются. Так, стоп. Что? Знаете, когда смотришь какое-то видео, или сериал, или даже фильм ужасов, и там вот есть какие-то чуваки, которые, условно, сидят дома, ночью, в комнате лесу, и слышат какой-нибудь стремный звук, и они такие, вместо того, чтобы как бы рационально поступить, и как минимум не высовываться, они такие, давайте посмотрим. Вот это вот та самая ситуация, которая произошла с нами. Мы вчера, ну вот то, что вы только что видели, словили панические атаки, конкретно так хапнули, охреневали полночи, вообще нам было очень страшно. А наутро мы подумали, решили, а может мы пойдем в зоопарк, типа, серия, но вчера-то все было нормально, ничего не случилось, ха-ха, все еще никто не умер, вроде как бы, ранее, в новостях в этом ничего не говорили. И мы такие думаем, ну, сегодня у нас суббота, сегодня мы должны тусить, потому что вчера была, типа, тусовка на Итабоне так разогревательная, а в субботу наверняка, ну, мы так думали, что будет еще круче, потому что наверняка учтут то, что была огромная толпа людей, спойлеры не учли. Вот, и типа, ну, как-то это будет более организованно, что ли, плюс мы уже договаривались тусить в субботу с друзьями, с моими подругами, которые в Корее находятся. Если в пятницу мы с Машей так чисто просто пошли прогуляться, выгулить косплей, то в субботу у нас прям планировалась конкретная пати. Ну, и перед этой пати мы что-то подумали, решили, делать нечего, все первое поле дня поехали, мы в зоопарк, ну, просто развеяться. Сегодня утро, завтрашнего, получается, от того дня дня, да, логично звучит, и, вы знаете, здесь теперь суперчисто, весь вот этот вот суперсрач, который был, я вчера вам показывала, просто нет. Как? Когда они успели? Просто когда? Ну, типа, все улицы выглядят вот так, никакого намека на мусор, снова все цивильно, абсолютно нормально, вот, пожалуйста. Ни одной грязинки нигде нету, самая грязная тут моя обувь. Вот как все это выглядит, здание Гуччи и здание Хэллоуинского флекса. Но здесь уже немножко погрязнее, но, ребята, это вот именно та улица, на которой вчера был одеющий флекс. Вот где вот эти вот кони были, машины, смешались вместе люди, кони. Боже, что я вспомнила, какой ужас. Ну, а сейчас просто, милая, иди вон, кушай, пробуй дынный мелон, прикольно. Ура, дынный мелон. Да, постер класс. Вот так вот выглядит процесс очищения всего этого. Тут машина очищающая, там машина постоянно очищающая. Ведь здесь еще не успели убраться, но вовсе уже убираются. Мы пришли в зоопарк. Сейчас мы, в общем-то, пытаемся найти вход, потому что до входа целый километр идти. Но просто посмотрите, как невероятно красиво. Если честно, мне кажется, что фраза «посмотрите, как невероятно красиво» это топ-1 фраз в этом влоге, который можно сделать. О, боже. Ладно, посмотрите, это реально невероятно красиво. Вообще, вот максимально. Боже мой, сойти с ума. А какой здесь воздух? Здесь такой прекрасный, потрясающий воздух, нет слов. Концепт зоопарка в целом мне не очень нравится, но знаете, когда тут у обезьян просто обезьянья гора, это немножко меняет ситуацию. Не очень понимаю, что здесь нарисовано, но как будто очень что-то интересное. Есть идеи. Ну и так, здесь очень важное предупреждение на тему вот этого потрясающего зверя. Кто смотрит там, интересуется на людей, наверное, с другой стороны. Итак, вторая ночь фэллоуина. Сегодня второй день тусовки. Собственно, мой аутфит сегодня более для меня адекватный. То есть, в плане более мне нравится. При тем, как пойти адово флексить, мы зашли поесть. Хотя очень круто и стильно все выглядит, мне нравится. В общем, мы должны были встретиться и пойти тусить с Машей, Настей, моей Машей из России и, в общем-то, со мной. И Маша, которая кореянка, она записывает нам голосовое сообщение, что она потеряла голос, ей очень плохо, у нее температура чуть ли не 40. Тогда все еще период пандемии был. Ну, как бы, да, мы относились к человеку. Она очень переживала, что не сможет тусить в субботу. Но мы думаем, ладно, раз Маша не может, наверное, не пойдем на Этавон, мы пойдем на Хонде. Там встретимся с Настей. Заодно мы Хонде еще не видели, раз Машу все равно нет смысла идти там, типа, на Этавон втроем. Настя не в восторге от этой идеи, потому что она хотела тусить на Этавоне, ибо это сам целое место. Ну, мы говорим, типа, Настя, забей, мы, типа, сейчас встретимся на Хонде, и, как бы, на Хонде, ну, пообщаемся, потусуемся, поедим, а потом поедем на Этавон уже, если захотим тусить дальше. Обралась фарфоровая кукла, короче, косплеер, и человек, который не понял, что он хотел сделать, в итоге он сделал образ Куроми, потому что я не могу купить брелок с Куроми, в этот образ сделала. Нравится то, что здесь так много вот таких вот прикольных локаций, то есть ты приходишь и просто рандомно фотографируешься, и, смотрите, здесь, ну, действительно, просто стоит стул, приходи на улицу, фоткайся, красивый же пипец. С сравнением, что с Этавоном тут вообще так вкусно. Нет, ну, как бы, у меня здесь нечего сказать, кроме слов. Вот такое вот количество людей скромненькое. Так, извините, тут перформанс от Рок Ли, мы должны его посмотреть, я очень извиняюсь. Даже собачки в костюмчиках. Если на Этавоне более взрослая тусовка людей, то на Хонде были одни косплееры. Я просто иду, тут косплеер Рок Ли, тут Гентама, тут вообще косплей на бутылку с Афея, ну, то есть это реально косплееры, их было очень много, многие из них были по пати, и я смотрю на это все с моими двумя девчонками, и что-то начинаю просто снимать видосы такая. Ну, мне грустно, я бы хотела, чтобы я была сейчас там со своими друзьями-косплеерами. Да, это я говорю, а человек в руках в косплее. Некрасиво поступаю. Ну, как бы вообще такая, ой, так жалко, что я здесь со своими друзьями-косплеерами. Да, так и есть. Как говорили, ами такие. Мне могла бы быть там в гостюме Нингуан, потрясающий. И мне хватает Нингуана вообще-то там. На эту фразу, я не знаю, может быть, я правда сказала как-то некрасиво, хотя ничего такого в этом не было. То есть я не сказала больше, не сказала меньше, буквально это все, что я сообщила. На меня обиделись девочки. Они на меня реально обиделись, и начинались странные предъявы о том, что, а, ну, если ты хочешь сидеть косплеерами, может быть, ты как бы с ним будешь сидеть, зачем ты вообще с нами встречаешься. И я такая, чуваки, это вообще речь не про это. И мы начинаем реально из-за этого ругаться, из-за такой тупости. Чтобы вы понимали, мы никогда не ругались с Машей, мы никогда не ругались с Настей. Я вообще практически ни с кем не ругаюсь, ну, типа. И это просто, знаете, на ровном месте какая-то хрень начинается. Ну, какая-то чушь происходит, знаете, вот та самая мистическая чушь. Ну, я думаю, ладно, вайт потрачен, тусить уже не хочется, пойдемте поедим. И мы идем, короче, есть, параллельно там что-то фоткаемся по пути, потому что костюмы все-таки надо сфотографировать. И вот мы сидимся в ресторан, начинаем есть, классно проводим время, и время идет. И как-то уже вот этот весь градус какого-то дурацкой ссоры прошел, мы все разрешили, все, типа, окей, нормально. Мы выходим из ресторана и уже думаем, ну, все, хотели изначально тусить на Итавоне, погнали на Итавоне, хандэ посмотрели. И мы только выходим из ресторана, Настя получает сообщение о том, что ее близкие беспокоятся о ней, где она, потому что на Итавоне люди умирают. Я смотрю на Настю, я смотрю на Машу, я залезаю просто в свой Телеграм-аккаунт, и я захожу в мой Телеграм-паблик, и я в Ахере, у меня там просто весь чат взрывается вопросами, Лиса, ты вообще жива? Потому что пока мы сидели еле из-за вот этой тупой срачки, мы реально не поехали на Итавоне, можно сказать, что нас это избежало только из-за того, что все это произошло, потому что в этот момент, когда мы уже, по идее, должны были с хандэ поехать на Итавоне, как раз-таки началась вот эта вот лютая давка, и люди умирали. Короче, мы просто в абсолютном ужасе, потому что это жесть, тут реально не хватает даже скорой во всем городе, люди в панике, типа, даже сейчас сзади меня никого нет, потому что, ну, как мы предполагаем, когда люди об этом узнали, они стали расходиться, и, честно, да, настроение вообще нифига не флексить. Я не знаю, что сказать по этому поводу, я просто в ужасе, пожалуйста, берегите себя. И, типа, я просто стою, я в Ахере, Настя в Ахере, Маша в Ахере, вы тоже в Ахере, мои подписчики, Давид в Ахере, мне все друзья звонят, мать звонит, что вообще происходит? Это просто жесть, и это было очень страшно. Господи, какой ужас, мы сейчас уезжаем, еле-еле мы вызвали такси, это просто, ребят, полный трэш, люди продолжают тусить, то есть, они знают, что на них на Сидней улице вот это произошло, и люди продолжают тусить. На этом история не заканчивается. Мы садимся на такси, говорим на вот наш отель, конечно же, чувак, несмотря на то, что взял наш заказ в Убере, очень нехотя туда ехал, и, в общем, знаете, едет, он едет, едет, останавливается, вот как раз в районе, где был наш первый отель, и говорит, выходите, ну, типа, это просто центр, а выходите, дальше вас не повезуте, делайте, что хотите, я дальше не поеду, потому что, типа, ну, там рядом этот вон, я туда не хочу ехать, просто вышвыривать нас из тачки. Я вот сейчас не преувеличиваю, это реально так. Мы понимаем, что, как бы, такси мы сейчас уже не вызовем, а дорога до того отеля, который вот элитный в этом районе Ханам, он находится на горе, он находится через лес, то есть, ты не можешь просто там пройти, несмотря на то, что там, ну, типа, не так далеко идти, в принципе, за полтора часа пешком можно было до него дойти, а нереально, потому что это дорога через лес, лес не освещается, и, типа, там гора, ну, как бы лес и гора, это кринж. Короче, не на машине, туда очень тяжело попасть. Мы знаем, что вот в том месте, где нас таксист высадил, примерно от него недалеко, наш первый отель, в который мы до этого селились. Мы бежим в этот отель, в который мы первые селились, а на ресепшн, время там уже позднее, мы говорим, типа, вот такая ситуация произошла, пожалуйста, помогите нам, организуйте трансфер, ну, чтобы, ну, нас отвезти домой, потому что, ну, непонятно вообще, что делать и как быть. Хаят 20 минут общается с этим отельчиком, и говорят, типа, пусть они пришлют фотографию, что это на самом деле наши клиенты, пусть покажут нам карту, пусть там, не знаю, скажут своими фамилией, бронь, дата отъезда, они реально устраивают допрос, мы просто в ахере, это отель, который нам помогает, тоже просто в ахере, и в итоге через 30 минут, как они 20, как они поболтали, тот отель, который Хаят говорит, вы знаете, у нас как бы нет трансфера, ну, а такси мы не можем вам вызвать, потому что такси сюда сейчас не ездит, типа, ну, как мы можем вам помочь? Это, я сейчас говорю, это такой люкс вот этот отель Хаят, он типа, претерз, он просто очень дорогой, и он очень элитный, и в irritating трансфера, и вот их, по сути, два клиента, после всей ситуации не могут вообще даже добраться до своего номера, потому что, ну, они не могут тебе просто помочь, вообще никак, Так, они еще раз на горе, это не просто то, что нам лень было идти 5 минут, тем более ночью, когда все на панике и как бы, ну, вообще сами понимаете, какое состояние. И мы выходим на улицу, и тут просто к этому отелю, вот, где нам пытались помочь, высаживается какой-то мужик из такси, и мы просто нападаем на такси, с которого мужик приехал, и говорим водителю, типа, любые деньги, просто довези нас вот в этот вонючий хаят. Вот, ну и, короче, мы приходим в этот хаят с этим таксистом, таксиста заплатили в итоге еще больше, чем он хотел, потому что, ну, там нормальный чувак быстро довез, мы на стрессе пришли и вломили им пинков, и, надеюсь, на завтра отсюда вернут нам деньги, и мы спокойно поедем обратно в лот отель, и это вообще просто отвратительно, сеть никому не рекомендую, ужас, я в шоке. Вот такая история, а мы собираем вещи для переезда. Мою кровать заняли, всякие пафсные кицы. А здесь хочу продемонстрировать вам эксклюзивные духи Special 4, а в Мелиссе, они, конечно же, не продаются, это эксклюзивный контент. Смотрите, что мне реально подарили, ладно, без сарказма, без иронии, это реально духи, сделанные специально для меня, я охерела, по-другому не могу сказать, просто, это реально духи. Ну, открывай, открывай. Вот, но вот они выглядят, это просто... И здесь, ребята, собрали набор ароматов, где реально, типа, они считают, вот, я пахну так, и это реально очень круто, потому что, ну, я даже мед реально люблю в парфюме. Вот это совпадение. Сегодня понедельник, в общем-то, считайте, первый будний день после того, как все это произошло. Мы переехали обратно в другой отель, сейчас идем поесть, но все, типа, странные ощущения, конечно, ничего не понятно. Тут еще вскрылись некоторые детали, о которых я не хочу говорить на ютубе не потому, что я пытаюсь перелить трафик в телеграм, мне как бы без этого хорошо, а потому что, ну, как бы, каин-то о некоторых вещах сюда просто нельзя говорить, и вот сразу будет под вам видео, а мне не нужен вам видео. Такие дела. Пришли кушать. Как-то, знаете, некомфортно все это даже снимать. Очень-очень странные ощущения. Даже не понятно, что делать. Ситуация случилась, в ней ничего хорошего нет, но, как бы, вроде, жизнь продолжается, а вроде нет, короче, опиралась в такой ситуации, я даже не знаю, как все правильно вести. Мне есть, мне не есть, мне закончить емки этого блога или продолжать, почему я должна закончить, ну, почему я должна продолжать. В общем-очень много вопросов, очень мало ответов, какое-то очень странное непонятное ощущение, короче, я не знаю. Давайте просто покажу вам еду, которую я буду есть. Как я обещала, какую-то еду заказали, а этот суп мы заказали по приколу, потому что называется похмельный, но выглядит он очень странно. У нас нет похмелья. Вчера, конечно, после вот этой всей истории лежала и прям плакала долго. И общались с подругой, и я вообще не знаю, как вести такие ситуации, просто, ну, я написала ей, что плачу вместе с тобой. Так и поговорили. Давайте немного переключимся. Вот ты в таких милых магазинах заходишь тут, смотришь всякие стаффа, потом внезапно это Пивас, потому что Пивас настоящее там прям пиво. Угораю. Это, короче, яйцеварка, боже мой. Смотрите, это вафельница. Сделать вот такие вафельки. А это маленький повар для панкейков. Зубную щетку стерилизовать. Прикол. Это, посмотрите, это картина со стразой, вы можете купить. Вот дома сидеть, делать картины со стразой. Мне так нравится, особенно вот эта, она прям такая суперская. Какой-нибудь такое видели? Попробуем ароматы. Значит, знаете, ароматы как-то слабоватые, не очень. Попробую Рапунцель. Странные запахи, да. Охренеть, мы нашли концертный мерч. Обалденно. Блин, какая классная пуполка. Это реально мерч была в пинг, да? Ну да, они же с этими ластиками. Какие классные. Блин, мерча реально так много крутого. Надо будет сюда прийти, потом померить. Мне еще очень понравился халат. На халат вообще не ношу. Но только зацените, какой клевый халат, ребят. И это все официальный мерч. Просто так здорово. Блин, мы нашли очень-очень красивый мост. Смотрите, как здорово здесь все выглядит. Я в таком восторге. Это реально мост. На этом мосту, блин, жить можно и чилить. Видите, прикол, тут на этом мосту есть бассейн. И мы такие, типа, что за окей-то бассейн? А оказывается, когда лето, сюда можно вот так вот сесть. Свесить ножки в водичку, прям в джакузи. И сидеть с видом на Сеул. И я испытываю удовольствование. Вот что я вам скажу, дорогие друзья. А здесь, короче, оказывается, в мосту есть некоторые люки. Вау, а здесь батуты. На следующий день моя подруга Маша уехала, и я осталась в Корее одна. И мне нужно было, короче, веселить мою подругу. Я выселила и переехала в другой номер в этом же отеле. И мне дали очень странную карту деревянную. И сказали, что мы дали вам очень хорошую комнату. И я такая, блин, что за очень хорошая комната. Так, вот номер, в котором меня переселили. Он немножко выглядит по-другому, чем те номера. И здесь, смотрите, короче, что очень удобно. Ну, лично для меня это не так круто по виду, но это очень удобно для меня. Так как я теперь планирую работу, я могу сюда поставить свой комп. И мне не будет свечить солнце, при этом у меня есть вид на город. А так, номер, конечно же, класс. Вот мои шмотки привезли. Это я тут лонг слею вся отекшая. Кстати, вчера, чтобы убрать зверь, мне посоветовали прыгать. И я реально просто сидела вот все утро сегодня. Просто прыгала, 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 прыгала. Туалет, как обычно, класс. Странный камень какой-то. Ну, вот такой вот номерочек. Но какой же красивый закатный вид, боже. Как невероятно красиво. Потом случился какой-то невероятный кринж. Я прищемила палец в двери. Палец не сломан, но ноготь там прям почти отвалился. Классно. Короче, показываю вам виновников вот эту дверь. Она железная, а это мрамор. Я как-то очень неаккуратно ее задвинула. Я не думала, что она поедет по инерции вот так. И зафигарит мне палец. Ну, в общем, тут вот только что я продемонстрировала, вам как это было. Продемонстрировала второй раз, не буду. Едем к врачу. Блин, ну, последнее вообще, на что я надеялась, на то, что я поеду к корейскому врачу. Я не хотела ехать к корейскому врачу и снимать логоть в больнице, ребят. Вообще не хотела. Что за бред? Это так неловко. Дурной палец. Ну, мы поехали к врачу. Ладно, я думаю, на пальцах, но мы объясним. Ну, да. На пальцах. Рассказываю, как все было ко мне. Приехала подруга. Сразу потащила меня в больничку. Сказала, что все, мы должны прийти. Поэтому огромное ей за это спасибо, потому что я себе не на... Я бы, скорее всего, тупила, ничего бы не сделала. Вот. Было, короче, очень приятно. Мы, значит, приходим к этому врачу. Вообще, выглядит меня правильно рентген. Если бы сделали рентген, убедились, что, типа, кости все нормально, все цело. И дальше он просто сделал что-то с моим ногтем. Но он мне его не снимал и сказал, что у меня все заживет. Но я все сняла на видео, на всякий случай. Как все всегда обычно и бывало. Но было прикольно. Как видите, палец у меня перемотан. Палец на месте. Спасибо на этом. А по деньгам вышло 44 тысячи местной валюты. Это примерно 30-40 долларов. В принципе, я, честно, ожидала, что будет сильно дороже. Сам прием показала в Телеграме за 4 ноября 2022 года. Просто здесь вообще нельзя такое показывать. От меня сразу. И тут такой голос брррр сделает. В общем, все нормально. Мы встретились с подругами. И тут назрел такой вопрос, как купить квартиру в Корее. Вы будете в шоке от услышанной информации. То есть, я не могу купить там квартиру. И ты не можешь там купить квартиру. И никто не может там купить квартиру. Нужно оставить лотерею. И то не факт, что выиграешь шансы на покупки в этом доме. Смысл в том, что даже если у тебя есть деньги, ты сначала должен поучаствовать в лотерее. И если у тебя выпадет какой-то район, то ты можешь купить хату только в этом районе и ни в каком другом. Да, это звучит как вред. Да, мне кажется, что меня развели и нас всех обманывают. Но вот так вот мне рассказали. Это информация, которая просто взрывает мой мозг. Я понимаю, что ты не врешь. Я понимаю, что это так и есть. Это закон местной игры. Но для меня это взрыв мозга. Почему, если я имею деньги, я не могу просто взять и купить квартиру? Ну, говорят, нереально купить квартиру здесь. Потому что надо собору. Окей, предположим, у меня есть деньги. Я выиграла лотерею. Но у меня нет денег на то, чтобы купить в каком-то офигенно дорогом районе хату. У меня есть, типа, мало денег. Но мне выпадает какой-то охеренно дорогой район. Они дают себе какой-то промежуток времени. Они же не дадут мне 40 лет, чтобы я заработала на хату в Ганаме, например. Поэтому, когда ты подаешь на эту лотерею, у тебя уже должна быть какая-то определенная сумма на счету, накопленная для квартиры. Ага. А если я хочу покупать хату на Ганаме, я охренеть какой-то богаче, мне выпадает неблагополучный район. Я имею право купить только хату в неблагополучном районе. Иди нахер со своим богатым районом. Но если не выигрываешь, то ты должна будешь в следующем году попробовать в новой лотерее. То есть каждый раз в лотерее участвовать на право места района. Я куплю себе лучше еще одну хату в Москве. Это что? Нет, вот это что? А, это? Ой, здесь бабушка продает теплые напитки. Это напитки? Здесь, короче, достается... А бабушка это вот это? Не, обычно здесь... А бабушка обычная. Прикол. Она достает оттуда горячие напитки, они греются. И продает в холодную погоду. Найс, конечно, тут в кинотеатрах новый сау вышел. Прикольно. Новый сау в кинотеатре меня морально травмирует. Смотрите, какие есть залы крутые в кинотеатре. Блин, офигеть, а это в кинотеатре локация Гарри Поттера. Как же здорово. Смотрите, это реально локация. Боже, это прям... Отсюда можно садиться? Офигеть. Это реально место, где Гарри Поттер как бы жизнь сомжил. Иди ко мне. Смотрите, здесь просто все вообще, абсолютно все. Каждая мелочь просто сделана. Похаю, ничего. Как он здесь спал. Вот туда, вот, наверное, ногами. Что-то такое щенка будто реально в натуральный рост сделана. Так круто. Балдеж. А кто это такая красивая здесь? Она происполнилась. Две красивые. На следующий день. Торговый центр, в котором я обычно завтракала, сегодня не работал. Как мне объяснили, два раза в месяц какие-то торговые центры полностью закрываются. То есть, типа, вообще, было закрыто. Поэтому я зашла в магазин, купилась вот такую штуку. Это, типа, уже полностью готовый суп. Как видите, здесь ингредиенты. Его нужно просто залить кипятком. Кипяток. И есть. Тестируем. Честно говоря, я не знаю, с чем я взяла этот суп. Я просто взяла то, что было. До свидания. Я очень голодная. Время почти 3 часа. Я ничего не ела. Тут есть ингредиенты разные. Вот так вот выглядит все. Вот так вот. В комплекте к супу уже полагались палочки. Мы их возьмем. Все это добро свалим сейчас сюда. Острый перец нам нужен. Это очевидно. У меня отказ от соли, потому что никакой соли. Потом я поехала на съемку. Ой, офигеть. У нас в отеле уже елку поставили. Как красиво. Дико ору с того, что реально уже все украшено под Новый год. Везде новогодние штуки. Просто посмотрите на эту абсолютно потрясающую кофейню. Здесь все в стиле Нового года. И какая девушка красивая там снимает. Просто восторг. Мне так нравится. Я пришла сегодня на съемку. Короче, в корейских студиях. Вам дают в первую очередь, конечно же, вазелин. Как без вазелина никуда. Это самая, я считаю, важная часть на съемке. Но без вазелина, если на него не смотреть. Смотрите, здесь, короче, куча всяких стайлингов. Фен. Всякие солчатки для макияжа. Не для макияжа. Какие-то палочки. Эмпопролик макияж. О, прикольно. Даже плойка тут есть. Куча расчесок. Это просто охренеть. И, конечно же, есть дамочка. Собираюсь на съемку. Блин, ребят, ну просто вообще сказка какая-то происходит. Сейчас я быстро приведу себя в абсолютную норму. Супер стронг спрей. Масло для снятия макияжа. Абсолютно уважаемый. Мой любимый макияж будет стоять здесь. Ты сейчас еще кое-чему делишься. Почему? Тебе надо выйти. Ладно, пойдем выйдем. Я думал макияж провалить. Так, чего? Да ладно. Тут что, бесплатные напитки можно взять? Серьезно? Это прямо могу взять? Ну вот и удивили, удивили человека. Короче, друзья позвали меня на съемку. Я, естественно, не отказалась. Потому что съемка это круто. Это интересно. Тем более посмотреть, как тебе будут фотографировать корейские фотографы с корейским продакшеном. И, в общем, мы с Машей потратили сегодняшнее утро на то, чтобы классно пофоткаться. Вот такие вот фоточки у меня получились. Я бы могла показать их здесь, но я их покажу в Телеграме. А вы оцените, ну или нет. Посмотрите, какая хайковая локация. Красивая. Какая-то странная штука. Но мне нравится эта странная штука. Мы снимаем здесь отличные видео под отличную музыку с статками, на которых написан туалет. Это все, что мы знаем. Мы, короче, съемку закончили. А сзади едет машина. Давай от нее свалим. Съемка очень прикольная. Мы так быстро и так клево. И так много всего наснимали. Я в восторге. Если вам понравятся эти фотки, они будут на Телеграме, ребят. Быстро в Телеграме вызвать, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Подожди, я готова. Нет, это неправильно. Это не то. Просто такой констит, как в ампоне. Да-да. Красиво. Мне нравится. Вот не иронично. Я знаю, что очень многие в Азии не любят вот эти вот штуки. А мне так нравится. Мне так нравятся вот эти вот провода. Ну, это в этом стиль. В этом стиль. Хватит отрицать стиль. Блин, а школа такая красивая. Она реально как, извините, что говорю, это в корейском видео. Она как в аниме, а прям. Здесь школьная форма. У каждой школы, типа, есть своя форма. И когда ее шьют на заказ, типа, каждому студенту, из-за этого она очень дорогая. Она из качественного материала. Она может стоить 4-5 миллионов. Это 4-5 тысяч долларов. Жесть. Вот эта вот форма. А сколько должно быть такой формы? Ну, типа, очевидно, там, вот, например, один комплект. Но, наверное, должно быть 2 на зиму, на лето или как у вас это работает? Получается, есть зимняя форма, есть летняя. Зимняя она такая с пизжачком, с рубашкой. А летняя она больше с таким, укороченная рубашкой. А, понятно, коротенькая рубашка. Блин, прикольно, я не знала этого, но это очень дорого. И мы же им 3-4 тысячи долларов на форму. Сколько моя форма сейчас стоит? Смотрите, тут дети собак. Какой смешной ребенок собаки. Ой, какая у нас триждра угорательная. Лиса и Диор. Какое-то богатое место, я не знаю, что там. Я предпочитаю Праду. Там звезда. Нет. Тут. А-а-а, да. Блин, смотрите, тут на здании чинниру. У меня вам нечего сказать, кроме того, что это просто кофейня. Это, ребята, такая кофейня. Офигеть. Ну, это был последний день в Корее, и я еду в аэропорт. Это надо как в клубе служить. Канка сказала, ей очень нравится дно. А еще она спросила, что значит дно. Человек в шоке. Мы приехали с Кенка в самый большой корейский аутлет. Сейчас будем смотреть, что здесь можно приобрести, что здесь можно купить. Лиса спросила в Праду, поэтому идем спросить. Очень хочу оранжевую сумку в Праде. Оранжевую? Ну, в общем, такие дела, лечу домой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вам влог, что понравилось, что нет. Пока-пока, люблю вас. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok